Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Настало время подвести итоги первых четырех месяцев существования интернет-проекта под названием «Рок-группа Волощук-СД». Проект задумывался как музыкально-публицистический. Каждый выпуск планировалось подавать в формате некоего симбиоза, публицистического эссе в виде блога, с дополнением его видеоклипом на песню, продолжающую раскрывать тему этого блога. Такой двойной продукт, который до этого никто не делал. И нам казалось, что такая подача будет интересна публике. При этом мы решили свои блоги привязать к различным историческим событиям и знаменательным датам, а соответственно и песни сочинять в продолжении темы блога. То есть применить музыкально-исторический подход, который, конечно же, требовал большой и напряженной работы при графике выхода блога в не менее одного раза в неделю. Необходимо было выбрать знаменательное событие, интересно и неординарно его осветить, сочинить песню, все это сыграть, спеть, рассказать, снять, сделать видеоклип и видеоблог, а затем разместить все это в интернете. Но практика, которая критерий истины, за 4 месяца упорной работы показала, что мы делаем что-то не так. Поэтому я и хочу сегодня подвести итоги нашей 4-х месячной работы. Итоги неутешительные, но какие есть. Ну а с другой стороны, отрицательный опыт, он и есть тот самый положительный опыт, который сын ошибок трудных, и который всегда идет на пользу разумным существам, которые на нем учатся. Другого опыта не бывает. Вала Щук СД Пишет вам эссе Жизнь и рок-эрол Вала Щук СД Сначала отмечу объективные вещи. То есть голые цифры и факты. А уже затем буду делать свои субъективные выводы. Первое. Проект существует 4 месяца. С 1 сентября 2019 года. За это время созданы сайт, ютуб канал, рутуб канал, открыты аккаунты в различных соцсетях, инстаграм, фейсбук, твиттер, вконтакте, одноклассники. Созданы подкасты для аудиозаписей. Подготовлено и выпущено 38 блогов, 35 клипов, 27 мыслей вслух и 1 аудио-альбом. Не пытайся быть хорошим. Размещены видео и аудиоматериалы в iTunes, FreshTunes и CD Baby. Приобретены музыкальные инструменты, видеозаписывающая и фотоаппаратура, частично звукозаписывающая аппаратура, компьютеры, программное обеспечение, видео и фотоматериалы для клипов, одежда для съемок, мебель. Под проект периодически арендуется звукозаписывающая студия, видео студия, другие локации, а также небольшой офис из двух комнат. Идут пока небольшие, но постоянные затраты на рекламу и продвижение аккаунтов. В проекте задействованы помимо меня музыканты, звукорежиссер, клипмейкер, видеооператор и редактор. Кто-то работает на полную ставку, кто-то на полставки, кто-то по результату, а кто-то и бесплатно, на энтузиазме, я имею ввиду Волощука СД. Экономия на котором очень существенна, так как он сам сочиняет музыку, тексты, блогов и песен, сам поет, играет на гитаре, бас-гитаре, снимается в клипах и еще все это корректирует и редактирует. Также заключено партнерское соглашение с YouTube. И месяц назад включена монетизация нашего канала, которая пока не принесла ни копейки. Все эти усилия и затраты привели к следующим результатам. Физические показатели. За эти 4 месяца все вместе видеоматериалы, выложенные в интернет, просмотрели всего лишь 700 тысяч раз, что ничтожно мало. За это же время привлечено всего лишь навсего 5200 подписчиков. Из них 4900 в YouTube и 1300 в Instagram. Отсутствует реакция на наше творчество, средств массовой информации и интернет-блогеров. Также очень мало комментариев на клипы и блоги, а те, что есть, в основном отрицательные. Финансовые показатели. Потрачено порядка 5 миллионов рублей. Получено денег за рекламу на YouTube. 0 тысяч рублей. Сальдо минус 5 миллионов рублей. Какие из этого всего сделаны выводы? Первое. Проект не интересен людям. Или интересен очень малому количеству людей. О чем красноречиво говорят и количество подписчиков, и количество просмотров, и практическое отсутствие комментариев, а также отсутствие реакции прессы и интернет-блогеров. Соответственно, с таким количеством подписчиков и просмотров проект глубоко убыточен. Третье. Значит, темы, затрагиваемые в текстовых блогах, неинтересны людям. То есть, идея освещения не злободневных событий, а интересных или знаменательных дат, не оправдывает себя. Четвертое. Значит, музыка, которую я сочинял, а именно хард-рок, также неинтересна людям. И расчет на то, что это заинтересует поколение людей, выросших на хард-роке, а таких людей в нашей стране миллионы, не оправдался. Пятое. Значит, осмысленная поэзия, которую я вкладываю в свои песни, также неинтересна людям. И расчет на то, что эта песенная поэзия заинтересует образованную публику, которая в нашей стране очень много, также не сработала. Что я могу сказать в свое оправдание? Первое. Проекту только 4 месяца от роду. Поэтому мало кто еще о нем знает. Второе. Публика моего поколения, то есть любители хард-рока, не сидят в интернете, а больше смотрят телевизор. Третье. Образованная публика, то есть ценители поэзии, также не сидят в интернете, а по большей части читают книги. Четвертое. Также в качестве оправдания хочу сказать, что в ходе работы над проектом, несмотря на 27-летний стаж в бизнесе, выяснилось, что у нас отсутствует опыт продвижения музыкальной продукции на соответствующий рынок, особенно в интернет-пространстве. Здесь есть своя специфика, несвойственная продвижению большинства обычных товаров и услуг. Разбираемся до сих пор. Специалистов на эту тему пока не встречали, несмотря на то, что их тысячи. Все во всем разбираются, но только подтвердить свою квалификацию собственными успехами никто не может. По крайней мере, нам такие не попадались. За 4 месяца приняли на работу и уволили 5 человек. Каждый приходит и говорит, что мы ничего не понимаем и он сделает все в лучшем виде. При этом сильно критикует своего предшественника, который, по мнению нового сотрудника, был полным профаном и ничего не понимал в жизни. Затем выясняется, что и этот человек тоже ничего не понимает и ничего не умеет, кроме декларирования красивых речей. И приходится искать следующего. Однако мы трезво оцениваем самих себя и прекрасно понимаем, что в первую очередь людям, скорее всего, неинтересна наша музыка, а затем уже и блоги, и сам проект в целом. Какие нами приняты конструктивные решения? Первое. Продолжить финансирование и работу над проектом в течение всего 2020 года. Однако при этом, так как проект музыкально-публицистический, то изменить и музыку, и публицистику, но в первую очередь музыку. То есть, оставаясь в рамках рок-музыки, двигаться в сторону большей современности и по звуку, и по стилистике. Хард-рок, даже с очень хорошим звуком и аранжировками, все-таки музыка прошедшей эпохи. Во вторую очередь, заузить тематику блогов, свести их к освещению в основном музыкальных событий, то есть, перейти к комментированию различных музыкальных концертов, а песни на обозрение публики выставлять те, которые сочинены в данный момент в порядке живой очереди, вне зависимости от тематики блогов. Двигаться в таком направлении подсказывает нам и количество просмотров различных наших выпусков, которые говорят о том, что именно такая тематика больше всего интересует нашу целевую аудиторию, а именно любителей рок-музыки. Если же и такой подход не будет привлекать людей, то вообще отказаться от комментирования событий, а просто выставлять в интернет очередную свою песню с кратким предисловием. Это намного дешевле и существенно менее трудозатратно. Далее, необходимо уточнить контуры своей целевой аудитории и скорректировать пути и способы донесения информации именно до нее. Необходимо осовременивать и актуализировать упаковку своего контента, то есть форму подачи информации и музыки. И необходимо оперативно проводить корректировку своих действий по мере появления новой информации и изменения собственных представлений о реальной музыкальной действительности. Вот такие вот итоги, выводы и решения. Но я не сказал вам о самом главном, что было проделано за это время. А за это время была проведена большая аналитическая и теоретическая работа по осмыслению стиля рок-музыки. Изучена литература по музыкальной стилистике, музыкальной ритмике и по особенностям стихосложения на различных языках. Было посещено множество концертов различных рок-музыкантов и прослушаны тысячи треков. Было проведено большое количество экспериментов со звуком, стилем и музыкальной ритмикой, как вокальной, так и инструментальной. Сочинены десятки песен в различной рок-стилистике и в различных жанрах блюз, рок-н-ролл, хард-рок, регги, рэп. Проведено большое количество поэтических опытов в написании стихов с различной ритмикой и рифмикой. И как результат выработано понимание самого понятия рок-музыки, блок по определению которого я завершу и представлю в начале следующего года. И самое главное, ради чего проводилась вся эта теоретическая работа и проводились практические опыты. Выработано понимание современно звучащей рок-музыки и соответственно выработан собственный и на наш взгляд актуальный и современный музыкальный стиль, который мы начали с представления песни «Окружают нас речи, окружают слова» и продолжим представлять сегодня другой своей песней «Она хотела казаться». Этот стиль для себя мы назвали «Новый тяжелый рок». Буду ждать ваших оценок. И самый главный для меня итог 2019 года. Я наконец-то занимаюсь тем, чем я должен был заниматься всю свою жизнь. Я верю в свою музыку и поэзию и знаю, что она найдет своего слушателя. В самое ближайшее время она станет очень популярной. Вот на этой оптимистичной ноте я и хочу закончить свой сегодняшний блог. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом и желаю, чтобы в Новом Году вы верили в свое дело так же, как Волощук СД. И пусть у вас все будет хорошо. До свидания, друзья. Она хотела казаться, а он загадочным быть. Она любила влюбляться, а он любил не любить. Ей быть хотелось замужем Ему с красивой женой Друг другу каждый был нужен Просто как бизнес-партнер что-то менять Не помогают желания Снести, расширить, поднять Не помогают планерки И даже денег запас Сооруженный свинарник Не перестроишь палац Но иногда так хотелось Просто людского тепла Но только в бизнес-проектах Сгорают чувства дотла Они пытались меняться Но как заставить себя Направо двигаться, если Налево тянет тебя Когда построено здание Не просто что поменять Не помогают желанья Снести, расширить, поднять Не помогают планерки И даже денег запас Сооруженный свинарник Не перестроишь палац Когда постоим на сзади Не просто что-то менять Не помогают желания Снести, расширить, поднять Не помогают планерки И даже денег запас Сооруженный свинарник Не перестроишь палац Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова